Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 27, мучаю 32, вместе 10 лет. Женатый 3 года. Есть ребёнок 2,5 года, я не знаю, как реагировать, ситуация такая, мучаюсь очень часто, ледом. После работы ходил с коллегами в бар, пропадал там допоздна. Узнала, что несколько раз провожал коллегу девушку, я устраивал дома скандал по этому поводу. Он меня уверял, что ревновать нет смысла, что как девушка она его не привлекает, что она его просто как товарищ, так как вместе много работают. И что в провожении ничего такого нет. Я с этой коллегой позже сама познакомилась, нормальная девочка вроде бы. Потом мы переехали в новую квартиру, муч предложил мне нашу однушку сдать этой коллеге, так как она искала жильё, я согласилась. Недавно муч не признался, что около месяца назад после корпоратива пошёл проводить её до общественного транспорта. Шёл с ней, подругу, так как было скользко, он был пьян, и что он её потом обнял, она якобы его сразу оттолкнула. За это ему якобы стыдно передо мной и перед ней тоже. Он решил, что раз он признался мне в такой мелочи, то я не буду обижаться и ревновать, я как бы это простила. Но сейчас знал от него же, что вместо офиса он поехал к ней домой, чтобы что-то там помочь повесить и вместе поработать. И я не понимаю, что мне делать, вот как человеку донести, что это ненормально, ведь это ненормально, мне очень неприятно, и, естественно, начинаю ревновать, думать всяко. Ну, в первую очередь я бы здесь обратил внимание на то, что вы как-то вот в этом смысле, ну, вы в этом смысле устраиваете скандал, вот, своему мужу, да? Я бы сказал, что это история больше про неуверенность некоторого в себе и игнорирование, во-первых, интересов и, значит, психологической жизни как своей, так и мужа, вот. То есть скандал это что такое, это претензии, вот. Есть, кстати, такая психологическая игра, она так и называется, скандал, и вот вы можете ее изучить, вам будет в этом смысле куда более понятно, значит, как скандал вообще появляется, как он образовывается и что с ним, в смысле, со скандалом, да, можно и нужно делать. То есть я хочу вам здесь донести, что то, что вы устроили скандал, связано, с одной стороны, значит, с вашей неуверенностью в себе, с другой стороны, с проблематикой ваших отношений. То есть, ну вот, в некотором роде здесь можно вести речь о, значит, определенном кризисе, если можно так выразиться. Имеет место быть определенный здесь, кризис, кризис именно вот в отношениях ваших. Я бы сказал также, что вы демонстрируете, на мой взгляд, нежелание, так скажем, этим кризисом интересоваться, я бы так сказал. То есть, зачем разбираться в кризисе, да, когда можно вот просто устроить скандал. Далее, вы пытаетесь своего мужа, как мне показалось, контролировать, и вы пытаетесь донести до него, что это ненормально. Ну, для него-то, получается, это нормально, раз он так делает. Вот, то есть, вы отказываетесь, отказываетесь здесь, что? Вы отказываетесь здесь принимать и признавать то, что нормально для вас, нормально для вашего мужа. Вот, вы отказываетесь это делать. А почему вы отказываетесь это делать в результате чего? В результате страхов и неуверенности в себе и причин, вытекающих из вашего взаимодействия с мужем. Вот, то есть, вот, ну, ваши отношения, вот, они так вот складываются, да, ваши отношения, они так вот организованы, что вам, значит, ну, как-то вот проще, да, устроить, значит, скандал человеку, чем, значит, выяснить, а, что же вот такого происходит, да, что ты вот снова-снова хочешь проводить не время, ну, то есть, ну, привести какую-то ревизию именно вот ваших, ну, ваших отношений. Это вот в данном случае, на мой взгляд, ага, на мой взгляд, в данном случае то, чего вы не делаете. Ну, вот, хотя, хотя, в принципе, могли бы это сделать, если бы вам, ваш муж, да, был бы интересен, как лечить личность. То есть, ваше отношение переживает определенный кризис, когда вы друг другу, вот, а, значит, ну, не особенный интерес получает, ну, по факту, по сути. Вот, но, признать, признать это вы не можете. Что интерес, вот он как-то пропал, или интерес как-то, ну, понизился друг другу, вот, и вы это признать не можете. Поэтому вы пытаетесь через скандал, через контроль, вот, значит, как-то вот контролировать своего мужа, вот, надеюсь, что из этого что-то получится, вот, но из этого ничего не получается, вот, то есть, то есть, в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, что нужно сделать, как мне кажется, как мне кажется, а, в первую очередь, нужно, значит, перестать, пытаться, показывать вашему мужу, что это не нормально, вот, в первую очередь, в первую очередь, нужно обратить внимание на ваши, значит, страхи, вот, на ваши, ну, внутренние, противоречия, которые у вас есть, вот, и поработать с ними, со страхами, с уверенностью, неуверенностью в себе, вот, если вот что-то такое есть, да, если что-то такое вот присутствует у вас, например, и, и, дальше уже работает именно с этим, вот, как мне кажется, как мне кажется, это то, что вы можете сделать, дальше было бы неплохо, больше заинтересоваться вашим мужем, вот, гармонизировать ваши с ним отношения, потому что с ними могут быть определенные трудности, с ними могут быть определенные проблемы, и в них могут быть определенные конфликтогенные моменты, вот, вам нужно поисследовать психологическую игру и вам нужно обратить внимание на вашу ревность, вот, да, ну, если, если вам это все интересно, конечно, то есть проблематика здесь вот такая, на самом деле, то есть это, проблематика именно, вот, не, проблематика, это не вашего мужа, вот, в данном случае, ну, потому что, что мы, что мы будем от него требовать, да, что мы будем, пытаться ему, там, пытаться ему, там, донести, доказать и так далее, то есть это, вот, на мой взгляд, вообще, смысла особого, ну, не имеет, вот. А что мы на самом деле можем сделать, это, пожалуй, вот, поработать с вами, чтобы вашему мужу хотелось хотелось к вам приходить, да, хотелось проводить время с вами и так далее, вот, это, да, это мы можем сделать, это мы можем сделать, это более чем, ну, более чем возможно и более чем реально. до тех пор, пока, пока вы пытаетесь что-то доказать, да, до тех пор, пока, пока вы пытаетесь что-то до своего мужа донести, вот, но вы будете обречены, вот, на такие аспекты, вот, потому что здесь есть чувство вины со стороны мужа вот здесь и какие-то его противоречия конечно же присутствуют вот вот и так далее это все это все очень, вот, такой, ну, важный, как мне кажется, момент, на который нужно обратить ваше внимание, вот. а и отказываться отходить потихонечку от вот этой вот мысли, что а что там нормально а что-то нет вот ну то есть что есть нормально, а что нет у всех это вот свое понятие, у всех свое понимание того, а что нормально, а что нет и на мой взгляд задача заключается в том, чтобы вот постараться, ну, как минимум там если если не принять это, то а хотя бы, ну, выработать свое отношение к этому вот и попытаться понять человека, если он надор я имею ввиду, ну, мужчина муж а вот и одновременно работаем со своими со своими противоречиями, страхами и неуверенностью в себе вот вот как-то так я думаю можно вам на данный момент ответить на вопрос вот на что я на что бы я обратил внимание я бы обратил внимание на то, что между вами общего есть ваше с вашим мужем вот то есть именно вот что общего между вами и вашим мужем вот какое у вас отношение а удовлетворяют ли они там там не знаю а ну вас его его да вот и так далее что потому что если нет а скорее всего нет то скорее всего есть какие-то ну проблемы да вот а есть какие-то вот а есть какие-то вот между между вами то достаточно просто было бы вот их разрешить эти трудности и все я думаю что проблема была бы решена и в общем тому же не надо было делать то что он делает либо в этом не было бы никаких вообще двусмысленности и прочее вот и вам тоже не нужно было бы это контролировать и пытаться значит доказывать что что это не нормально ну например например как вы это делаете сейчас вот вот как-то как-то так как-то так а сейчас сейчас на данный момент вы занимаете позицию родителя по отношению к вашему мужу вот подозревая его контролируя его вот и так далее ну я не знаю опять в случае когда это приводило бы к чему-то ну к чему-то к чему-то конструктивному вот я не знаю в случае когда бы радовалось что-то хорошее кроме ну кроме возрастающего желания человека повторять навыкну вот потому что ну возможности быть мужчиной с вами нет вот ну в силу ряда причин да мы сейчас не будем говорить каких каких и чего но вот нет нет возможно возможностей ну значит если человек будет искать быть возможностей будет искать возможностей где-то в другом месте вот поэтому ну в первую очередь решать кризис в отношениях вот вот легче всего легче всего обвинить третье лицо например легче всего сказать вот ты виноват то или она виновата вот так легче всего сделать поверьте мне но это не решает проблем вот на этом все я надеюсь что вам это было интересно и полезно буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать на с собой работу позволит вам сформулировать базовые постеллазы для психотерапии то есть вот чего вы хотите да гармонизировать отношения с мужем например или хотите вы больше допустим к себе разобраться то есть вот 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 таким ну таким ну таким и соответственно будем рады вам помочь всего самого доброго удачи обращайтесь